Привет всем с вами Евгений Мишин и сегодня бы хотел поговорить о похудении. Как правило с возрастом обмена веществ замедляется, а люди едят также или наоборот едят еще больше. Поэтому начинают набирать вес по сравнению когда они молодые. После 25 лет обменные процессы падают. Это, конечно, еще зависит от генетики. Некоторые уже рождены с большим мином веществом и за счет этого все сгорает, чтобы они не ели. Но основная масса людей с возрастом начинает набираться. Надо прежде всего рассмотреть свое питание. Питание это 80 процентов вашего успеха. Потом у вас идет кардио обязательное и тренировки. Некоторые, конечно, говорят, что кардио не нужно, можно скинуть за счет диет. Но я считаю, что это недостаточно. Надо все вместе. То есть тренировки, кардио и питание. Питание на самом первом месте стоит. Это 80 процентов вашего успеха. Но насколько суши вы будете за счет питания. Надо убрать все легкие углеводы, такие как конфеты, печенье, некоторые даже сахар в чай ложат. Тоже надо убрать. И сладкие фрукты, то есть в основном такие как бананы. И также надо пересмотреть ваши сложные углеводы. Большинство привыкло есть картошку, макароны, белый рис. Как правило все это делается на сковородке и с маслом. То есть это уже сразу, когда углеводы с жиром, они сразу откладываются в вашу поясницу. И вот эти сложные углеводы надо бы заменить на низкогликемические углеводы, чтобы быстрее пошел процесс обмена веществ. Низкогликемические углеводы. Это как правило используется овсяная каша и коричневый рис. Ну и также многие люди замедляют свой метаболин за счет того, что они начинают меньше есть. Не меньше есть, а меньше приемов в день есть. На самом деле приемы большие. То есть допустим едят завтрак и второй прием пищи идет перед сном. То есть там когда уже приходится работа, наедается, ложатся спать. Этим самым вы также поднимаете всплеск холестерина в крови большой. То есть это уже не польза идет для вашего здоровья. И тем самым повышается кислотность. То есть тем самым может заработать язву. Скоро начинается. То есть за счет кислотности различные проблемы с животом. Также неусваиваемость пищи. Поэтому надо разделить эти ваши большие порции. Допустим с двух раз разделить на четыре. Самое идеальное на пять. То есть пять маленьких порций в день даже без кардио ускорит ваш метаболизм. В принципе можно оставить также завтрак, обед и ужин. И между приемом пищи добавить протеиновый напиток. Некоторые любят есть между приемом пищи какие-то сухофрукты. Но это неправильно. Это все та же самая сахар, те же самые легкие углеводы. Поэтому как правило завтрак начинается с быстро усваиваемых белков, такие как яйца. И низкокликемические углеводы это овсяная каша. То есть чтобы процесс пошел быстрее, я рекомендую для начала сделать допустим 100 грамм углеводов в день. Низкокликемические допустим 50 грамм овсянки с утра и 50 грамм углеводов. Низкокликемический это коричневый рис, 25 грамм в обед и 25 грамм на ужин. То есть 50 грамм с утра оставляете овсянки углеводами. То есть получается 100 грамм углеводов в день. И начинать добавлять кардио. То есть для начала идеально сделать 30 минут в день, а три раза в неделю такие как понедельник, среда, пятница. После этого начните увеличивать кардио, то есть буквально до каждого дня. То есть 7 раз в неделю. То есть 30 минут каждый день. Это в принципе много времени занимает. Самое идеальное кардио делать с утра, потому что организм пустой. На голодный желудок начинаете делать кардио. И те же самые 30 минут с утра это как час кардио вечером. И я думаю, что даже еще более эффективнее с утра сгорает. То есть вы сами почувствуете. И в те дни, когда у вас кардио будет доходить до часу, можно делать с утра кардио, допустим час, и тренироваться вечером. Хотя некоторые работают, бывает тяжелее. Но тогда можно делать тренировку с утра и сразу же делать кардио без остановки, если есть два часа без перерыва. Конечно, так тяжелее, но так тоже эффективнее. Конечно, некоторые начинают делать кардио до тренировки. Но это неправильно, потому что когда вы делаете кардио, вы сжигаете ваш гликоген, который вы накапливали в течение дня или там прошлого дня. Допустим, когда едите углеводы, кардио перерабатывает это на гликоген и накапливает в печени. Потом, когда начинаете заниматься, мышцы начинают высасывать этот гликоген и распределять по мышцам, которые вы тренируете. То есть, когда вы чувствуете этот памп, это и есть ваш гликоген. Но он не навсегда. То есть, допустим, всегда есть резерв. То есть, это где-то после часа тренировки гликоген вы свой сожгете. И как раз после этого у вас уже не состоится энергия, и вы начинаете делать кардио. И тем самым, то есть, у вас уже не будет гликогена, вы начинаете сжигать жиры. Конечно, самое идеальное дело добавлять еще аминокислоты после тренировки, чтобы когда тренируешься, идет катаболизм, распад мышечных молекул. То есть, когда закинули такие есть Баранч Аминесиса, комплекс БЦА, незаменимые аминокислоты, их принимать после тренировки и начинаете свое кардио. Если у вас это идет за один раз, то есть, кардио и тренировка за один раз. Я, конечно, рекомендую уже, когда боли будете дольше заниматься, принимать аминокислоты с утра, то есть, до кардио и после кардио. Тем самым, мышцы страдать не будут, то есть, не будет полного истощения. И также делать до тренировки аминокислоты и после тренировки. Я считаю, что они более-менее работают по сравнению с остальными всеми спортивными препаратами, то есть, ну, спортивным питанием, хотел сказать. Есть гликоглютамин, но, в принципе, его рекомендуют принимать также до тренировки или после тренировки, что способствует выработке гормона роста. Но я пробовал, в принципе, ничего особо не чувствуется. Вот, самое идеальное, это БЦА. То есть, даже когда готовишься к соревнованиям и начинаешь принимать БЦА, то все равно чувствуется эта наполненность. То есть, БЦА работает. И, когда у вас будет, допустим, вес стоять, как я сказал, 100 грамм углеводов, начинаете делать в начале вашего старта. После, допустим, 3-4 недели у вас все равно организм начинает лениться. Тем самым вы тогда сократите еще 50 грамм углеводов. То есть, сократите 25 грамм овсянки с утра и 25 грамм коричневого риса. То есть, будет, получается, с утра делать одну порцию овсяной каши, 25 грамм, и одну порцию делать коричневого риса в обед. То есть, получается, будет 50 грамм углеводов в день. В остальные приемы пищи вы просто добавите для энергии жиры. Но жиры надо добавлять растительные. Как правило, это, как считается, полукита, полу низкоуглеводная диета. И такая комбинация хорошо работает, в принципе, на долгое время. Конечно, когда вы сократите углеводы, то есть до 50 грамм, надо будет еще увеличить кардио до 45 минут. То есть, допустим, кардио вы делаете первые 2 недели, допустим, 3 дня в неделю по 30 минут. Потом через еще 2 недели, на третью неделю, вы делаете уже каждый день кардио 30 минут. Потом после этого еще добавляете 15 минут на четвертую неделю. Получается у вас 45 минут каждый день. И так поддержать, допустим, 50 грамм углеводов и кардио 45 минут, подержать 2-3 недели. И если так, в принципе, будет продолжаться сброс веса, то на этом можно остановиться, также держать какое-то время. Но когда вы видите, что у вас образуется плата, то есть застой сброса веса, тогда надо будет увеличить еще кардио до 1 часа 60 минут. То есть каждый день 60 минут. А на счет углеводов я бы еще также сократил 25 грамм в течение дня. И также заменил их жиром. То есть каждый прием пищи получается 15-20 грамм жира, то есть со столовой ложкой. То есть с утра делайте 25, принимайте с завтраком 25 грамм овсянки углеводами. И остальные 4 приема у вас по столовой ложке жира растительного. Я предпочитаю просто масло либо подсолнечное, либо любое масло, которое то есть либо ореховое, либо растительное масло. Оливковое, в принципе, мне кажется, оно тяжеловато, поэтому лучше либо масло подсолнечное, либо просто овощное масло. После, допустим, 6 недель занятий, то есть вы уже дотянетесь где-то до 1 часа кардио и 25 грамм углеводов, после этого только можете перейти на полностью какие-то диеты, то есть на дни жиры. То есть 5 раз в день вы будете принимать жиры и белки. Ну и, конечно, надо будет также принимать большое количество клетчатки с протеином, чтобы это лучше переваривать. Допустим, если дейте рыбу, допустим, 250-300 грамм за раз, то надо где-то съесть как минимум в 2 раза больше овощей, то есть либо салата, либо даже просто огурца, либо аспаргаса. Кстати, аспаргас — это… забыл, как называется по-русски. Забыл, честно говоря. Строчки из аспаргаса помогают также выгнать излишки воды. А, это картишок. Картишок называется, вспомнил. Картишок. То есть кардио будет 60 минут, 5 раз в день питания. И когда вы увидите, что после какого-то времени бывает так, что не хватает белка и начинает терять мышечную массу, тогда будет необходимо добавить шестой прием пищи. Можно либо добавить пищей, то есть либо яйцами, рыбой, либо курицей, либо просто заменить на также протеиновый напиток. Конечно, старайтесь покупать протеиновые напитки без углеводов. Есть такой протеин айзопюр, там есть и 5 грамм. Но я, в принципе, рекомендую, чтобы все равно было хотя бы грамм 5 углеводов, потому что, когда принимаешь такой полностью безуглеводный протеин, на живот чуть чувствуется нагрузка. Поэтому я рекомендую все равно 5 грамм держать, если есть. Но не выше чем 5 грамм. Самое большое можно доходить до 2 часов кардио в день. То есть это делать час где-то с утра и час вечером. Ну и тренироваться, то есть либо вечером, либо с утра. Это как вам удобно. И также, допустим, если вы тренируете мышцы пресса, то мышцы пресса лучше тренировать через день. Потому что они все равно мышцы, надо им отдыхать. То есть некоторые тренируют мышцы пресса каждый день. Это неправильно, надо все равно давать восстановление. И для того, чтобы пресс был глубокий, можно тренировать с чуть побольше весом, чем, допустим, если есть тренажер, то лучше тренировать на тренажеры с весом. Есть такой кранч-тренажер. То есть начинать первый подход с 25 повторений. После этого уходить на 15. Вот 15 повторений, самое идеальное, нарастить большие толстые кубики. Потому что, когда вес скидываешь, у вас будет большая глубина на прессе. То есть, когда тренируешь просто повторения, пресс все равно будет плоский и неглубокий. Поэтому я рекомендую тренировать с весом. Также и можно делать подъем ног на скамейке висящую. Вот так вот. Гантелью закрепить между ног и просто делать подъем ног на низ пресса. То есть хорошо работает. И чтобы уменьшить талию, я бы рекомендовал делать вращение с тростью. Но если трости нет, то можно просто использовать палку от швабры и засекать это на время. Начало это где-то с минуты и доводить до 5 минут за раз. То есть возьмете палку и просто вращаетесь. Главное, чтобы у вас голова была прямая и вращаясь только корпус. Это все делается стоя. И чтобы больше работали косые мышцы живота, держите спину прямо и небольшой наклон делайте назад. Чтобы пресс и косые были постоянного напряжения. Ну, как правило, я говорю, что с минуты начинаете и до 5 минут доходит. Больше не надо. Это тоже делается через день, чтобы мышцы отдыхали. И дает очень хороший эффект для V-формы. То есть талия уменьшается и косые мышцы начинает более деталировка появляется. С вами был Евгений Мишин. Всегда рад ответить на ваши вопросы. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте также спрашивать вопросы про тренировки. Я тут планирую снимать тренировки и как правильно выполнять упражнения. Потому что много людей занимаются долгие годы и не понимают, как правильно выполнять технику. То есть держать локти, разводят, не разводят. Те же самые плечи иногда просто махи делают. Среднюю часть махи перед собой. То есть в основном загружается передний пучок. Но можно правильно расположить кисти и будет работать только передний пучок. Также с наклоном подключать на заднюю дельту. Всего хорошего. С вами был Евгений Мишин еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok